итак добрый день я вот не знаю как мне лучше говорить с микрофоном или без с микрофоном вернее без микрофона с микрофоном с микрофоном голос немножко подсел за время командировки поэтому пока с микрофоном и так у нас да действительно лекция криз и сейчас поможемцы раздадут вам по желающим поучаствовать в викторине и возможно выиграть какие-то призы побороться за призы резочными ответами но сразу говорю присутствующим здесь студентам и мои по это за зачет не будет засчитываться потому что я вижу что здесь почти не столько же сколько обычно лекции бывает даже больше на самом деле здесь значит суть какая я буду в чем тут квиз лекция вы пока не сдавайте значит вы получаете табличку там 10 вопросов нужно подписаться но не обязательно полном вашим именем фамилии и отчество можно вымышленными далее у нас я покажу 10 слайдов на которых будет показано какое-то утверждение если вы считаете что это утверждение правильное вы ставите плюс или да или согласен ну любым любым способом говорить что это правда то есть похоже на игру верю не верю если вы считаете что это утверждение оно ложное то пишите минус ну или там нет не верю и так далее то есть в принципе участие в викторине может выйти необязательно но как говорится лично станет только тот кто возьмется занять значит после того как вы ответы быстро вот эти 10 слайдов с вопросами проскручат и вы дадите на них ответы мальча помощницы которые пока в единственном числе здесь соберут с вас заполненные ответы а я расскажу как на самом деле правильно было отвечать то есть вы сможете понять но у правильного ответа или нет в конце лекции вы выберете такие небольшие петли и поскольку ночь науки она у нас такая ночью чудес со всякими призами и церковными подарками то естественно есть призы из подарки которые правильно ответившие смогут получить в тот редкий случай когда что-то удастся заработать своим трудом головой а не какими-то другими скажем так способами так все желающие получили еще не все много желающих прослужить лекции еще больше поэтому да прошу прощения за техническую заливу сейчас начнем сейчас начнем ну что а вот там еще я достался не охваченным и пока кто пришел можете не своей дверях мы пока еще готовимся начинать поэтому проходите занимается свои места 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 пока хватает все я так думаю еще немного и особенно очень популярные лекции мы начнем собирать стадионы что ну что начинаем все получили так что попробуй микрофон держать ниже итак начинаем я думаю что все получили итак вопрос первый в античности и средние века ученые считали что земля является плоской мы под ученым я здесь имею ввиду людей умеющих читать и писать и описывать свои мысли что общем-то для античности и средних веков уже было достаточно то есть если вы считаете что вплоть до средневековья грамотные люди считали что земля плоская ставите там плюс если не согласны с этим ставите минус первым а множественности обитает вопрос второй тем временем уже первым а множественности обитаемых миров стал говорить жардана бруна за что его не казнили по приговору суда инквизиции первым а множественности обитаемых миров стал говорить жардана бруна за что собственно говоря его и казни Третье. Обнаружение воды на небесном теле позволяет с большой вероятностью говорить о существовании на нем жизни. Обнаружение воды на небесном теле позволяет с большой вероятностью говорить о том, что на этом небесном теле есть жизнь. Если согласны, то плюс, если не согласны, то минус или какой-то другой вариант неодобрения. Гипотеза панспермия говорит о том, что на Землю когда-то попали живые системы, ну, может, какие-то простейшие живые организмы, и начали развиваться на Земле. Гипотеза панспермия говорит о том, что когда-то на Землю попали простейшие живые организмы, может быть, даже вирусы, и начали эволюционировать в подходящей среде. Да или нет? Седьмое, ой, пятое. На Луне есть вода. Считаете, что да, ставим плюс, считаете, что нет, ставим минус. На Луне есть вода, есть или нет, но решать вам. Ну, в смысле, не вам, конечно, решать. Шестое. Планета или спутник планеты может обогреваться только за счет своей родной звезды. Планета или спутник планеты способна обогреваться только за счет своей родной звезды. Да или нет? Седьмое – землеподобные планеты – точные копии близнецы Земли. Ну, что я имею в виду поточной копии в вопросе, это значит, что если землеподобная планета, то можно вылезти из корабля, сбросить скафандр, дышать местным воздухом, есть то, что там растет, ну, или быть съеденным тем, кто там растет. Восьмое – в солнечной системе живые системы потенциально могли образоваться не только на планете Земля. Да или нет? Девятое – сейчас астрономы могут найти маркеры жизни на планетах, находящихся вне Солнечной системы. Ну, немножко текст неправильно пробит, то есть на планетах, находящихся вне Солнечной системы. Ну, и наконец, последний, десятый вопрос – за границами Солнечной системы есть космические и земные корабли. За границами Солнечной системы есть космические и земные корабли. Ну, для людей моего поколения картинка, она должна о чем-то говорить. быть, был такой сериал «Вавилон-5», кто помнит из «Моих ровесников» примерно. Ну, сейчас, пожалуйста, соберите листочки. Девочки, листочки собираем, то есть листочки собираем, листочки собираем и сейчас начнем анализ. листочки собираем. Так, материалы все сдали? Так, все, у всех собрали? Ладно, поехали. Итак, в античности и средние века ученые отнюдь не считали, что Земля плоская. То есть, когда говорят, что общество плоской земли толкает нас в средневековье, реально оно толкает нас куда-то дальше средневековья и даже дальше античности. Почему? Ну, как-то в 19 веке появилась вот такая тенденция, что да, ну, благодаря промышленной революции, научной революции нужно было показать, как отстало там жили люди в средние века в античности, поэтому этот миф закрепился тогда. Однако, то, что Земля шарообразная доказал, ну, таким, скажем так, принципами, даже пифаголистами, Аристотель. Во-вторых, позже Аристотеля, в 250 году до нашей эры, эротосфен не только доказал шарообразность Земли, но и измерил радиус Земли по тени, которая падала в Александрии и в соседних городах. Заметим, что радиус Земли, который был измерен эротосфеном, он от современного где-то отличается где-то порядка на 70 километров, что при радиусе Земли в 3600 с копейками километров. Это очень небольшая погрешность эксперимента, но, опять же, возможно, эта погрешность связана с тем, что в какой-то момент мы неправильно перечитывали стадии в километры. Как известно, что у греков километров еще не было, греческие меры длинной стадии, насколько точно мы их перевели, мы знать не можем. Конечно, можно сказать, что да, у древних греков там все процветало, и даже в Александрии была большая библиотека, а как она наступила в средние века, на Европу спустилась тьма и про шарообразность Земли забыли. Однако вопрос сформулировался, ученые считали ли, что Земля круглая. У людей, которые были обучены грамоте, собственно говоря, о том, что Земля является шаром, после доказательства Аристотеля сомнений не возникало. Да, количество грамотных людей в Западной Европе средневековой стало меньше, но в первую очередь из-за потери римской культуры, во вторую очередь, что в Западной Европе, после того, как Рим распался на восток и запад, стало просто сложнее писать. Писали-то на папирусе в Александрии, на тростнике, по сути дела, бумагу еще не изобрели, ну а в Европе стали снова писать на пергаменте на шкурах, что, конечно, стоило очень дорого. Однако еще одно доказательство, то, что в средние века и в ранние возрождения еще до Коперника говорили о том, что Земля шарообразна, это путешествие Колумба, это путешествие Мадилана. Идея путешествия Колумба была какая? Найти путь в Индию, но в отличие от своего коллеги Васко Дегама, который плыл в Индию на восток и огибал африканский континент, Колумб подумал, что если он поплывет на запад, раз Земля круглая, он просто приплывет к Индии с другой стороны, с другого берега. Но то, что между Индией, Португалией и Испанией находится еще континент Северно-Южной Америки, конечно, Колумб тогда не догадывался. Далее, тоже достаточно распространенный у нас агрессивно-атеистический миф о том, что Джордана Бруно казнили за то, что он первым говорил о множественности обитаемых миров. Ну, скажем так, о множественности обитаемых миров опять же начали говорить в Древней Греции, поскольку в Древней Греции уже существовали, можно так сказать, научно-фантастические романы, как земной герой попадает на небесное тело Луну и находит там местных обитателей, ну, не лунатиков, а селенитов, и каким-то образом с ними начинает взаимодействовать. Но, опять же, если учесть, что да, культура Древней Греции и эллинизма куда-то делась, все равно Джордана Бруно является не первым человеком, который говорил о множественности обитаемых миров. В нашей, скажем так, эре первым говорил об этом Николай Кузанский, богослов, который, заметимо, никогда не страдал от проповеди, вот именно существования многочисленных обитаемых миров. Почему? Потому что, мало того, изречь какой-то тезис научный, главное его правильно подать. Прошу прощения. Он говорил примерно то, что обитаемых миров много, спаситель приходил только в наш мир, а значит, перед латинской католической церковью, перед римской католической церковью стоит грандиозная задача крещения всех видимых звезд, ну и поэтому, естественно, ему ничего за это не было. А заметим годы жизни Николая Кузанского, 15 век, Джордана Бруно, конец уже 16 века. В своих записях Джордана Бруно сам неоднократно говорил о том, что идею множественности обитаемых миров он рассматривал именно через призму Николая Кузанского. За что же тогда сожгли Джордана Бруно? На самом деле, вот это его астрономические концепции, астрономические конструкты даже не вошли в обвинение. Дело в том, что Джордана Бруно сожгли, ну, собственно говоря, заели с точки зрения официальной веры, он отрицал божественное существование Христа, считал, что Христос был магом. И самое главное, картинка, конечно, не из альмонаха Джордана Бруно, но очень похожая, но издавал на свои деньги вот альмонах примерно с такими картинками, примерно с такими картинками, в котором обличал жизнь при дворе папе. Ну, кто не видит, там на картинке нарисован лис в папской теаре, который проповедует гусям, понятно, с какой целью он может им проповедовать. Обнаружение воды на небесном теле позволяет с большой долей вероятностью говорить о том, что на этом теле существует жизнь. Хотелось бы, чтобы это было, да, но дело в том, что вода существует в трех агрегатных состояниях – жидком, твердом и газообразном, и поэтому далеко не любое небесное тело с водой может стать колыбелью жизни. Существует такое понятие, как зона обитания, ну, или зона золотовласой, как она часто называется в переводах. Это расстояние от родной звезды до планеты, которое обеспечивает нахождение на планете воды в трех агрегатных состояниях, ну, практически одновременно, в жидком, твердом и газообразном. Почему это важно? Жидкая вода является, по сути дела, как раз колыбелью для формирования живых систем. Затем, лед нужен для того, что очень часто, если идут перепады температур, поскольку лед легче жидкости, легче жидкой воды, лед является своеобразной шапкой-термосом, не позволяющим водоемам вымерзнуть до дна и водным обитателям развиваться. Ну, а пары воды, газообразная вода, она нужна для круговорота воды в природе, для перемещения воды через атмосферное явление. Зона обитаемости, она зависит от, собственно говоря, звезды, насколько она горяча. Разделяют так называемую оптимистичную зону обитаемости и консервативную. В консервативную, заметим, попадают наша Земля и Марс, ну, то есть, где наиболее выгодно было бы образование жизни. Ну, на Земле, да, оно появилось. То есть, наша другая соседка Венера даже не впадает в оптимистичную обитаемую зону, там слишком горячо, и вода там находится только в газообразном состоянии, что, естественно, не может обеспечить существование жизни. Другие планеты, которые здесь нанесены, это планеты вне Солнечной системы, экзопланеты, которые, собственно говоря, сейчас мы уже изучаем достаточно активно. Предельным случаем нахождения воды на планетах являются так называемые горячие Юпитеры. Это планеты даже более массивные, чем Юпитер, и очень приближенные к своим звездам. Ну, такая картинка представления художника на тему того, как это должно выглядеть. А некоторые из этих горячих Юпитеров делают полный оборот вокруг своей звезды за пару суток. Там вода есть, но она находится только в атмосфере и, опять же, только в парообразном состоянии. Гипотеза панцпермии говорит о том, что на Землю когда-то попали живые системы и стали развиваться. Но вот здесь два ответа, можно сказать, правильных. Почему? Потому что, строго говоря, если говорить совсем правильно, то, что мы говорим про попавшую на Землю уже готовую жизнь, теоретически в большинстве случаев гипотеза образования Земли называется гипотеза космозоев, живых космических организмов. А гипотеза панцпермии заключается в том, что молодая Земля не обладала всеми химическими веществами, которые необходимы были для формирования живых систем. И часть из этих веществ, необходимых для появления жизни, попала на Землю из космоса. Ну, в первую очередь, это атмосфера из углекислого газа, это вода. Молодая Земля была лишена плотной атмосферы, плотная атмосфера Земли появилась во время так называемых кометных метеоритных атак. То есть, в принципе, можно говорить о панцпермии в этом отношении. Второе, это соединение фосфора, производные фосфора, растворимые в воде, которые находят в железокаменных метеоритах, хандритах. Но на картинке один из самых известных таких метеоритов, марчезонский метеорит, который был обнаружен в 20-е годы 20-го века в марчезонских болотах в Австралии. В нем, помимо фосфонатов, соединений, ну, скажем так, растворимых в воде форм фосфора, также было найдено достаточное количество простейших аминокислот и простейших сахаров. Однако, поскольку в научно-популярной литературе и даже уже в серьезной литературе между панцпермией и космозоями стали ставить знак равенства, хотя, в общем-то, принципиальное различие космозоя – это уже готовая жизнь, панцпермия – это просто вещества, которых не хватало, попали на Землю, но именно вот по этому вопросу оба ответа принимаются. Ну, так, отвечая на вопросы, которые могут возникнуть, все-таки сейчас, да, гипотеза именно вот та самая панцпермия, что из Земли временами для образования жизни приходило, скажем так, спасительное вещество из космоса, ну, или не спасительное, а просто необходимое для формирования тех или иных молекул, но при этом жизнь непосредственно формировалась на земных площадках, и эта гипотеза является основной. На Луне есть вода. Ну, вот насчет воды мы довольно много что говорили. Да, на Луне вода есть, это факт. Но не в том варианте, конечно, в котором представлял Галилео Галилей. Галилео Галилей считал, что равнины Луны – это моря, он так и назвал их, там, море спокойствия, море уныния, море отчаяния. Ну, в общем, что-то нехорошее творилось в душе у Галилея, когда он эти, давал названия морям, то ли дело, когда вот с невидимой стороны Луны эти моря стали называть море оптимизма, море коммунизма и так далее. Ну, когда наша станция облетела с другой стороны. То есть морей в нашем представлении нет, Луна слишком маленькая, чтобы обладать атмосферой и силой тяготения, удержать воду на своей поверхности в жидком состоянии, в газообразном и даже в ледяном. Тем более, что она прогревается постоянно. Вот на Меркурии, кстати, вода есть даже в виде льда, потому что у Меркурия некоторые кратеры всегда ориентированы так, что туда не заходит Солнце, атмосферы нет и вода не может прогреться. Однако еще одна форма воды – это кристаллогидраты, ну или просто гидротированные минералы. Когда молекулы воды входят в состав твердых минеральных отложений, закрепляется в них и содержится там внутри, в толще грунта. Ну, карта вот только одного, скажем так, участка Луны по содержанию воды. По содержанию воды. По содержанию воды. То, что... Ну, синим как раз отмечено, чтобы было привычнее там, где воды больше. Почему? Очень на самом деле хорошо, очень классно то, что вода на Луне есть. Рано или поздно будем надеяться, что лунная база будет построена землянами. Однако доставлять воду на Луну с Земли будет накладно. Поэтому гораздо проще добывать воду непосредственно из минеральных отложений Луны. То есть, собственно говоря, жизнь такой колонии, то есть одни денсфакторы стабильности такой колонии с наличием воды на Луне, он как-то, что называется, будет обеспечен. Далее идем. Планета или спутник планеты может обогреваться только за счет своей родной звезды. Нет. Да, мы говорим, что планета светит отраженным светом, но на самом деле планета может разогреваться, а, за счет вулканической деятельности, что, собственно говоря, когда-то давно было с нашей Землей, Б, за счет близкого массивного соседа, ну не совсем планеты, а скорее спутник планеты, ну, например, ну, спутник, большие спутники Юпитера и Сатурна, они размером с Землю, но за счет того, что воздействует на них гравитация планет-гигантов, воздействует на них излучение планет-гигантов, эти спутники разогреваются. Более того, планеты-гиганты, тот же самый Юпитер, он немного излучает, но в тепловом излучении, в инфракрасном излучении, то есть, да, в основном, конечно, свет отраженный идет от планет, но тепловое излучение из планеты идет, более того, у Юпитера вообще тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, оно сравнимо с инфракрасным диапазоном, с мощностью инфракрасного диапазона Солнца. Другое дело, что Солнце больше излучает в видимом свете ультрафиолете, и в этом отношении Юпитеру не конкурент. Землеподобная планета – точная копия близнецы Земли. Нет. Это, опять же, усилиями фантастов у нас землеподобная планета превратилась во что-то, что абсолютно пригодно для жизни. Но, правда, если по франшизе чужой смотреть абсолютно непригодно для жизни, от такой планеты нужно держаться подальше. На самом деле, с точки зрения астрономии, землеподобная планета – это планета всего лишь по размерам и по силе тяготения, близкая к Земле. Землеподобной планетой в Солнечной системе также являются и Венера, и Марс. При этом, заметим, что Венера, как я показывал раньше в слайде, вообще находится вне зоны обитания, а Марс, хотя и попадает в консервативную зону обитания, пока признаков жизни явных, существующих, там не обнаружено. Ну, фантасты часто любят использовать какие-то слова себе в выгоду. Еще одно фантастическое слово, которое пришло к нам, кстати, из астрономии – это слово «терминатор». Что мы представляем, когда говорим слово «терминатор»? I'll be back. Однако, на самом деле, когда-то слово «терминатор» всего лишь означало линию, отделяющую дневную сторону планеты от ночной стороны планеты, ну, то есть, линию перемещения дня и ночи. Ну, как-то вот теперь мы знаем, что «терминатор» – это робот, который охотится за потомством Сары Коннора и за самой Сары Коннор, так или иначе, ну, и вообще за всеми людьми заодно, а астрономическое мы про это забыли. В Солнечной системе живые организмы могли бы потенциально образовываться не только на Земле. Вот это, да, факт. Почему? Ну, во-первых, Марс. Несмотря на то, что сейчас Марс безжизнен, некоторые результаты экспедиции Марс, во-первых, позволяют говорить о том, что там есть вода, что там есть осадочные породы, которые, в общем-то, у нас на Земле образовались исключительно биоденно-карбонатные породы, кальцитные породы, ну и, опять же, состав современной атмосферы Марса, он по моделям похож на то, что будет с атмосферой Земли, когда, ну, Земля постареет примерно до того же состояния, которым сейчас является Марс. Земля все-таки еще относительно молодая планета по сравнению с Марсом. У нас существуют землетрясения, извержения вулканах. На Марсе любая вулканическая активность уже прекратилась. Можно ли будет выращивать на Марсе картошку? Рано или поздно вопрос, который многих интересует. Чисто теоретически, да, биомасса, ну, особенно растения, которым нужен только вода, углекислый газ и солнечный свет, гипотетически могут размножиться до большого плодородного слоя почвы, но все-таки для этого потребуется не столько времени, сколько не в романе было «Марсианин», не в фильме «Марсианин», ну, а хотя бы 3-4 года, чтобы такую оранжерею организовать. Еще одно многообещающее с точки зрения жизни небесное тело – это спутник Юпитера Европа, на которой доказано наличие жидких океанов под шапкой льда. Ну, то есть Европа, похоже, тоже землеподобна, с твердым ядром, и там есть незамерзающий океан, именно водяной, который мог бы стать, скажем так, площадкой для воды. Такой же примерно спутник Энцелад, который изучал, спутник Сатурна, Энцелад, миссия Кассини. И, наконец, миссия Дюйденса, спутник Титан. Там воды, конечно, нет, но там под замерзшим этаном и метаном находится, вполне возможно, океан из метана, который тоже чисто теоретически может стать площадкой для формирования жизни, но уже совершенно не той, которую мы себе представляем по трудам Карла Маркса Фридериха Энгельса, что жизнь — это способ существования белковых тел. То есть, если на Титане сформируются какие-то живые системы, они абсолютно не будут опираться на ДНК, на белки, там будет что-то иное. Замесим, на Титане рельеф такой, что временами, ну, это замерзшие глыбы из природного для нас газа. Однако их форма говорит о том, что они обтачиваются именно водой, ну, в смысле, не водой, жидкостью, пардон, жидкостью. Поскольку, если сравнивать, например, с Венерой и с Марсом, и с Луной, где на поверхности жидкости нету, видно, что края подвергшихся именно ветровой эрозии камушков, они гораздо более острые, чем краешки камушков Титана, подвергшихся жидкостной эрозии. Собственно говоря, и к Титану, и к Европе планируется экспедиция Европейского космического агентства, Американского космического агентства. По-моему, в 2019 году обе они должны стартовать. Сейчас астрономы могут найти маркеры жизни на планетах вне Солнечной системы. Это бесспорно. Обычно это делается так, когда удачно планета попадает, что в какой-то момент находится между нами и своим родным Солнцем, мы можем зафиксировать спектр химических веществ этой планеты. Я показывал несколько планет, где обнаружена вода в атмосфере, именно таким способом. Ну и, наконец, последнее. За границами Солнечной системы есть земные космические корабли в количестве двух штук. Это Voyager 1 и Voyager 2, космические зоны NASA, запущенные еще в 70-е годы, которые, ну, где-то буквально в последние 3-4 года прошли то, что мы считаем границей Солнечной системы, внешний астероидный пояс, и сейчас, да, находятся за пределами Солнечной системы. Ну и последнее, что бы хотелось сказать, вернее, показать в плане вот этой лекции. Есть, был такой Карл Саган, астроном-популяризатор, который работал с миссией Voyager. И вот когда Voyager уходил все дальше и дальше за границы Солнечной системы, он попросил, чтобы для него сделали вот такую фотографию, а потом из этой фотографии появилась, ну, пожалуй, самая хорошая книга по астрономии, которую можно прочитать. Маленькая голубая точка. То есть что это та вот голубенькая? Это Земля. Это Земля, вид с границ Солнечной системы. Ну и я прошу еще вот так минутку под... Я помолчу, а вы прочитайте текст Сагана, потому что все равно лучше него я, пожалуй, не скажу. Ну, то есть из космоса мы выглядим просто маленькой голубой точкой. Ну и теперь самый последний слайд, слайд разоблачающий. На нем я хочу показать истинных властелинов Вселенной. Вы готовы к этому? Готовы? Вы понимаете, что после того, как я его покажу, ваша жизнь никогда больше уже не станет прежней и не изменится? Так, и, как я понимаю, у нас есть призеры. У нас есть два, которые полностью, все, есть трое, которые... Ну, пять призов, да? Да. Итак, у нас щедро пять призов есть, и призы получают. Значит, я не буду говорить, кто сколько набрал, но это действительно высокие баллы. Скажем так, неделю назад я эту лекцию читал в Алма-Ате, в научно-популярном журнале ОЛА, Думай, и там народу было, конечно, меньше, и баллов набрали меньше. Итак, победители. Гусенкова Полина. Проходите. Минулина ЛФ. Палачева Яна. Кунзина Саша. И палата номер 6, группа 041-710. Так, объявите, что там за призы, иногда, может? Потому что я не знаю, что вручаются за призы. Объявите. Что является призами? Это значит, квиз-приз. По которому можно абсолютно бесплатно сыграть в интеллектуальную битву в квиз-плиз. Ну, то есть в одной интеллектуальной битве получают билет на другую интеллектуальную битву. Все правильно. Мы хотим вас поблагодарить за прекрасную версию и вручительную форму Алина Сунии. Спасибо. 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 Спасибо.